Практическое применение Наблюдение и перепрограммирование Перепрограммирование и наблюдение Два основных метода Которые используются в разных практиках В том числе в Удао Пай Цигун И есть определенный прикладной смысл Который каждый из вас может применять И на самом деле уже применяет часто Но хотелось бы пошире Про это Пошире раскрыть это И побольше рассказать Например У человека есть какой-то страх Он заходит в метро Видит каких-то нехороших людей И у него происходит какая-то реакция Он себя чувствует некомфортно Что можно сделать в такой ситуации? Ну не знаю Саша, у меня был... Ой, Саша Саша, Саша... Был реальный страх Пока я поднимались вот там Вот я все не влазу натошли Потом он как-то раз и пропал Я сказала себе Не смотри под ноги Не смотри по сторонам Так И я такая вовлеклась в процесс Перемещения И потом как-то страх ушел И я стала спокойно смотреть по сторонам И тут... Хорошо, я понял Еще варианты? То есть подойти Попросить себя это Зачем? Ну чтобы войти с ними в контакт Конечно, они такие страшные А если они страшные? Ну они тебя побьют Ты поймешь, что они уж не такие Что ничего страшного не случилось Еще варианты? Ну неспекайте, они умные Да нет, ну наверное наблюдать Твои ощущения Так, хорошо Наблюдать ощущения А вы сталкивались Вот Ну то есть это в принципе уже известно Да? Как мы говорили Как когда-то говорил Хуэйнэн Что... Вернее как он услышал И фраза, которая его просветлила Направь свой ум туда, где есть движение И движение исчезнет То есть под процессом наблюдения Маятник останавливается Маятник ума И человек, например, перестает испытывать страх Но Некоторые напряжения у человека бывают очень сильными То есть Кого-то высота пугает настолько Что просто он даже не в состоянии думать о наблюдении Кого-то вот эти вот парни, которые сидят в метро Будут пугать настолько Что у человека просто пропадет дар речи И он будет находиться в аффекте Ну да, он в спине нет Что делать? Наблюдение Получается, что не получается наблюдать То есть Пронаблюдать человек может Теоретически, да Это, конечно, зависит от уровня его наблюдения Насколько это тренировано у него Пронаблюдать человек может Какие-то более или менее поверхностные для себя напряжения Не глубокие Не настолько сильные для него пока еще Есть метод на самом деле Как это можно сделать Метод, который, как я уже сказал Достаточно популярен Его очень часто можно услышать в каких-то Эзотерических книжках Проблема в том, что этот метод Скажем так, немножко не раскрывается А достаточно поверхностно преподносится Это метод совмещения Перепрограммирования и наблюдения У меня была такая ситуация Вернее, не у меня, а у моего товарища Я как-то проезжал через Москву Ехал в Венгрию на ретрит И встретился с одним своим товарищем Который тоже практикует удау-пайцыгун И я у него жил И он у меня спросил Задал мне вопрос такой Он говорит, да, вот это все наблюдение Это все хорошо Но вот я иду по улице И я вижу перед собой Мусульманина То есть кавказца какого-то И вот у меня прямо крышу рвет И я вот с собой вообще ничего не могу поделать У меня сразу напряжение У меня сразу начинает сердце колотиться У меня сразу начинает давление подниматься Рожа красная И так далее Он говорит, что делать? Как быть с этим? И вот что я ему ответил Я у него спросил Ну вот смотри Ведь ты же знаешь, что все это лишь твое отношение То есть Если бы это был какой-то другой человек Твоя реакция была бы тоже другой соответственно То есть это твое восприятие Таким образом надо что-то сделать со своим восприятием То есть если ты не можешь что-то пронаблюдать Нужно подготовить почву Помните, мы про это говорили? Подготовить почву для наблюдения дальнейшего Перепрограммирование Это как раз тот инструмент, который помогает Подготовить почву для наблюдения То есть что я ему посоветовал сделать? Я говорю, Денис А у тебя есть на примете какие-нибудь народы Которые тебя не раздражают А которых ты просто обожаешь вообще Которые ты считаешь милыми И вообще прекрасными и так далее Он говорит, да, есть греки Вообще просто дивные люди Замечательные, добрейшие и так далее То есть он сказал, да Он говорит, я в Греции уже не раз был И мне там очень нравится И там люди очень милые Да, да, да Вот И я говорю, попробуй сделать так Попробуй каждый раз Как ты видишь перед собой вот такого человека Заранее себе говори Это грек То есть давай своей психике команду Грек, меняй образ Сделай технику перепрограммирования Используй перепрограммирование А после этого попробуй пронаблюдать Свои ощущения Таким образом человек Получается меняет ситуацию Человек, который перед ним находится Его уже не раздражает Не выводит из себя У него уже не колотится сердце вот так Когда я ехал обратно Мы снова с ним встречались Общались на эту тему Я говорю, ну как работаем Он говорит, да То есть главное, чтобы вы ухватили идею А сами ее уже можете применять Абсолютно в разных ситуациях Я расскажу вам еще несколько примеров Как это применяется, например В разных практиках саморазвития У человека есть понятие инстинктов Инстинкты, суть Очень сильные, глубокие напряжения С которыми человеку очень сложно справиться Почему? Потому что заложены они на генетическом уровне Например, страх смерти Чувство самосохранения Инстинкт самосохранения Инстинкт размножения Да? То есть сексуальное напряжение Инстинкт самосохранения Размножения Это один из сильнейших Скажем, таких вот инстинктов И подчас напряжений для человека Источник огромного количества напряжений И в практиках саморазвития, конечно же, об этом знают И человека учат работать Не только с поверхностными напряжениями Но и с глубинными Потому что иногда И я знаю таких людей И может быть знаете вы Например, возьмем вот этот вот инстинкт размножения Я знаю людей, которые, грубо говоря Просто с ума сходят по сексу То есть у них просто голова сходит с ума Они лопаются Они больше ни о чем другом думать не могут Почему Почему говорят, что человека Очень сложно отучить от той же порнографии Да, например Потому что это подобно наркотику И человек уже впадает в зависимость от этого Так вот По поводу этого В разных практиках Предлагали разные варианты Совмещения практики перепрограммирования И практики наблюдения То есть Задача была простой Сделать так, чтобы человек уже не сходил с ума При виде женщины Или при виде мужчины Если это девушка Да Не терял голову Не терял адекватность восприятия А мог все еще быть полноценным членом общества Какие-то решения адекватные принимать И так далее Чего предлагалось сделать Ну, я расскажу два варианта Один вариант Ну, например, в индийской традиции есть такое Говорят о 32 составляющих женщины Или мужчины Не важно Предлагают Как это все выглядит, да Ты просто начинаешь Вот видишь перед собой, например, женщину И начинаешь про себя в уме Перечислять Из чего она состоит Мясо И представляешь себе Ну, как выглядит мясо Красивое мясо Кровь Моча Кости Сухожилия И так далее Да, да, да То есть 32 составляющие И вот Постепенно Ты перечисляешь их И под конец этого перечисления Уже ничего не хочешь Да, именно так Ты понимаешь, что в общем-то Перед тобой вот такое живое существо Которое состоит из вот этих 32 частей И в общем-то Как получается Меняется восприятие Ты уже перестаешь воспринимать Человека перед собой Как сексуальный объект Иными словами У тебя появляется уже Ты отрезвляешься как бы Ты отрезвляешь себя Вопрос можно? Вот ты еще рассказывал про чувака Который, допустим, там Наблюдал Ну, то есть Говорил себе Не я одеваю тапочки А Бог одевает тапочки и так далее Через 5 дней Он же это все потерял А почему он потерял? Потому что он не совмещал Перепрограммирование и наблюдение А он занимался чистым перепрограммированием Все Дальше Еще один вариант Еще один пример Существует Вот если продолжать Про тему инстинкта размножения Существует еще несколько Интересных техник Когда перед тобой Например, девушка Или если ты девушка То мужчина Который тебя возбуждает Ты чувствуешь, что Адекватность теряется Ты у тебя, грубо говоря Муж есть А ты вот-вот Уже бросишься на шею ему Вот И только он пальцем Поманит Предположим А что предлагается делать? Предлагается Два варианта Еще перепрограммирования Один более благостный Другой более Негативный Скажем так И какой вариант Применишь ты Будет зависеть от того Насколько сложна твоя ситуация Первый вариант Ты можешь представить Если ты девушка Ты можешь представить Перед собой То есть Вот ты видишь парня Представляешь Что Это Маленький ребенок Да? Ты можешь представить Что это маленький ребенок Если ты мать Если ты мать Да? То Ну может Это отрезается То есть Понятно, что Много маньяков разных Да? Но мы-то говорим В общем-то Не о таких тяжелых случаях Я просто привожу вам Примеры То есть Ухватывайте идею Второй вариант Женщинам Рекомендуется Представить Что перед тобой То есть Как бы восприятие Как будто бы Это твой отец То есть Относиться Как к папе Так же Я уже сказал Только что Да? Что мы говорим Об идее Которую вы можете Применять Если вы маньяк То это другой разговор Мы-то Исходим из того Что вы не маньяк А более негативный вариант Ты представляешь Перед собой Вот видишь Красивую девушку А представляешь Что это старуха Противная Да Противная То есть Вот человек Вот в старости Вот какой он становится Если это мужчина То это Дедушка уже старый Да? Дряхлый У которого все трясется Течет И так далее Обсыпается И так далее То есть Вот она методика Да? Как человек Меняет ситуацию Меняет свое восприятие Для того чтобы Вырваться За пределы Вот этих Оков своего ума Кому нравится У меня знаешь Такой был случай Даже Я была маленькая Парень Сам того не ведая Подсказал Такой метод У нас подружка была Я там парень бросил Она очень переживала А у нее Друг так хотел Он ее так жалел И он ей говорит Ну ты вот представь Что он сидит И какает На унитазе Тебе сразу Противность Он говорит Мне всегда Помогает Все равно негативный Но на самом деле Это зависит Это зависит От ситуации То есть От тяжести Если скажем так Легкой тяжести ситуации То есть И от человека То есть Кого-то остановит Грубо говоря Образ матери А кого-то остановит Образ старухи Которая вот-вот Умрет уже Не Ну я имею ввиду Что как-то Это потом сказывается На психике Так Скажем Часто делать Здесь такой момент Что ты делаешь это осознанно А не случайно Ты делаешь это осознанно Направленно И Как правило Это сказывается На твоей психике Если ты делаешь это Неосознанно Например Если ты там Ну я не знаю Постоянно так начинаешь делать Постоянно И скажем так Ты просто наводняешь Свою психику Этими образами Без попытки Пронаблюдать их Потому что У этого метода У этого метода Есть продолжение Когда человек Начинает воспринимать Например Мужчина Всех женщин Вокруг себя Как свою мать Например Или Как Бабки Какие-то Или там Я не знаю Как скелеты Есть такая практика Когда человек Смотрит на Другого человека И представляет Что это скелет Вот Но есть и продолжение Когда человек Заканчивает Вот это перепрограммирование Заканчивает Вот это перепрограммирование И Продолжает Уже Через наблюдение То есть Все-таки Если ты начинаешь Относиться Ко всем женщинам Как Грубо говоря Как К мертвым Или как Я не знаю К вонючим Там Я не знаю Там Противным Да То у тебя Все еще отношения У тебя все еще Твой ум работает Ну да Получается Получается Ты все еще В пределах Маятника Своего ума Находишься А Наблюдение Это состояние Которое Человеку Дает Возможность Неразделения То есть Восприятие Всего Как одно Безоценочного Восприятия Вот два метода То есть Попробуйте найти Может быть у себя Какие-то глубокие напряжения Которые вас беспокоят И подумайте над тем Как вы можете Перепрограммировать это Например Кто-то боится высоты Подумайте над тем Как можно использовать Перепрограммирование Для Боязни высоты Если у вас есть Какая-то другая проблема Подумайте над тем Как вот эту идею Применить К вот этой своей проблеме Идея понятна? Угу Понятно, да? Да Хорошо Вот Это к вопросу О прагматичности практики О том, что ее реально Можно применять Здесь и сейчас А не ждать каких-то Далеких Далеких результатов Сейчас мы сделаем Одно упражнение Которое называется Направленная медитация Я уже об этом Немножко рассказывал Когда мы Работали с местом Что такое Направленная медитация Сама по себе медитация То есть само по себе Наблюдение В любой форме Смотрите ли вы шар Наблюдаете ли Малый небесный круг Или что угодно Другое делаете Это процесс эволюционный То есть вы Скажем так Двигаетесь от Более поверхностных Напряжений К более глубоким Это процесс постепенный Но иногда Есть напряжения Как мы уже поняли Которые Еще очень глубоко Но они Мешают нам Прямо сейчас И прямо сейчас Нужно что-то делать Вот как раз В этом поможет Направленная медитация То есть вы можете Конкретно поработать С конкретной проблемой С конкретным напряжением Своим Например Со страхом высоты Или со страхом Каких-нибудь Злобных парней В метро Или еще С чем-нибудь С гневом Со своей раздражительностью И так далее В чем суть техники Суть техники в том Что Ты вводишь В свое восприятие Некий раздражитель То есть ты создаешь В своем уме Некий образ Ситуации Например Что ты стоишь На краю обрыва Если ты боишься высоты Или ты вспоминаешь Свои ощущения Когда у тебя Ты стоял На краю обрыва Тебе хотелось Спрыгнуть У тебя Кружилась голова Ты вспоминаешь Напоминаешь Своему телу Эти ощущения А потом Забываешь про образ Все как мы всегда делаем И уже просто Начинаешь наблюдать Наблюдать То ощущение Которое у тебя есть То состояние Которое у тебя есть Если Если ситуация Не может быть Вами пронаблюдаема Если это слишком Глубокое напряжение Используйте то О чем мы только что Говорили Попробуйте поменять Ситуацию Причем Не бойтесь Менять ее Совершенно Неожиданным Для себя Образом Например Чтобы было ясно Я привожу Конкретные примеры Когда-нибудь 10 лет назад 15 лет назад Вы упали с лошади С тех пор Вы ненавидите лошадей Или страшных боитесь И вы знаете Что произошло Или догадываетесь Хотя бы О том Что произошло это Потому что 15 лет назад Вы упали с лошади И ничего с собой Поделать вы не можете И даже садясь В медитацию Вспоминая те ощущения Вы все еще Погружаетесь в страх Или в ненависть К этим животным И так далее И ничего с собой Поделать не можете Что вы можете сделать С помощью этой практики Вы вспоминаете Эту ситуацию Моделируете ее В своей голове Образ ситуации Вспоминаете Свои ощущения Вот вы Скачете на лошади Но тут вы Меняете Грубо говоря Образ Результата Конечный итог Меняете То есть Вы представляете Что вы не падаете С лошади Едете дальше Слезаете с нее Счастливые И все у вас хорошо И все замечательно И вы радостно И весело Идете домой Все Картинка закончилась Ну так И по пересмотру Да Перепросмотр Перепосмотр Мы просто его Там разные виды есть Давайте не будем В это вдаваться Сейчас Да Ну это получается Если я Допустим знаю Конкретно От чего С какого момента У меня этот страх Начал Например У вас есть А я же могу Допустим Этого не знать Хорошо Например у вас есть На самом деле Все в рамках восприятия И это работает Даже если ты просто Догадываешься об этом На этом построен Метод психоанализа Когда человеку Спонтанно Предлагается говорить Все что он думает Все что вот у него В голове Вырезает И он начинает Вдруг неожиданно Рассказывать Свою проблему Истоки своей проблемы Хотя сам может быть Про нее давно забыл Здесь еще такой момент Например Есть человек Который вас Дико раздражает Который вам жизнь Испортил Грубо говоря И вы его вспоминаете И ничего с этими чувствами Поделать не можете Что можно сделать Можно подумать Почему Он вас раздражал И Сделать то же самое Перепрограммирование Сделать так Чтобы он например Этим качеством не обладал Представить его Прекрасным Хорошим человеком Поменять образ ситуации Что вам с ним Было комфортно Всегда И весело И вы замечательно Себя чувствовали Всегда с ним И наблюдаешь И ты помогаешь С помощью медитации Этому образу Закрепиться То есть Ты меняешь свое восприятие Делаешь перепрограммирование Одновременно с этим Конечно же На уровне подсознания Ты знаешь О реальной ситуации И Благодаря этому У тебя появляется возможность За счет того Что напряжение ослабевает За счет перепрограммирования У тебя возможность Появляется Пронаблюдать это Идея понятна? То есть я должна Какую-то ситуацию Или ощущение Или нечто Какое-то чувство Тебе раздражающее Которое Ну не раздражает Мешает мне жить К примеру Да А я его должна Представить Таким образом Как бы мне Было бы комфортно С таким чувством Да Именно так Не совсем С каким чувством А какой бы Должна была быть Эта ситуация Чтобы она не вызывала В тебе это чувство Раздражение А вызывало там Нет Ну это как бы Эта ситуация Она короткая А если это Какой-то вот Ну как Страх высоты Допустим Да Или там Тогда ты вспоминаешь Конкретную ситуацию Человека То есть это Это тянется На протяжении Да-да-да Но это повторяется То есть ты выбираешь Любую То есть это как бы Вычленяя любой кусочек Да-да-да Именно так То есть мне весь процесс Не нужно То есть наиболее яркий Кусочек выделяю И делаю его таким Как бы мне хотелось бы Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому